Рейд Клятва Послушника уже в игре. Впечатлений от него предостаточно, в особенности от первого дня и Day One гонки, которая переросла в гонку двухдневную, но об этом я уже расскажу в видео с общими впечатлениями от дополнения. Сегодня же я покажу и расскажу, как пройти все этапы этого рейда. Но сначала небольшое сообщение от спонсора сегодняшнего видео, проверенного сервиса Dwing.net, который отлично подойдет тем игрокам, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит свое время и нервы. На сайте ты найдешь массу предложений по помощи в завершении сложного квеста, триумфа, прохождение рейда, получение заветного экзота и, конечно же, в освоении контента дополнение Королева-Ведьма. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появилось много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на Dwing есть все, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TripleVibe мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Как обычно, гайд будет поделен на две части. Первая это все этапы до последнего босса и о финальном боссе рулке мы поговорим в отдельном ролике, который выйдет сразу же после этого, как только я разгружу немного руки. Начнем со стандартных предупреждений. Все тактики, рассказанные в этом видео, основаны на прохождении первых дней и в дальнейшем могут меняться. Мета меняется, модификаторы меняются, так что, к примеру, сезона через 3 мы будем проходить этот рейд совсем с другим снаряжением. Однако, технически, обращение с бафами, распределение ролей останется неизменным. Во-вторых, для тех, кто боится сложности рейда, я не могу сказать, что этот рейд самый сложный из всех. Он был одним из сложнейших в режиме контест, когда уровень силы был ограничен первые часы после релиза. Но как только вы прокачаетесь до рекомендованных 1520 единиц силы, прохождение станет значительно проще. Но учтите, чем дальше по этапам рейда, тем сложнее противники. Ну что, готовы начинать? Итак, при высадке на рейд, вас сначала ждет небольшая зачистка врат к пирамиде, которая охраняет проекция Саватун и несколько противников. Тут вообще не о чем говорить, просто убивайте Саватун и проходите дальше. На открывшейся новой болотистой территории вас ждет этап открытия рейда. Он представляет собой миссию по сопровождению баржи. Она отдаленно напоминает то, что мы делали на новом открытом публичном мероприятии или в одной из миссий источника. Есть баржа, она следует по определенному маршруту, а ваша команда зачищает противников по пути и работает с механикой этапа, которая заставляет двигаться баржу. Во-первых, обратите внимание на дебаф, который появляется на каждом из членов команды. Пронизывающая тьма. Этот дебаф копится до 10, после чего вы умрете. По мере его накопления, ваш экран будет становиться все темнее и темнее, мешая обзору. Так что проигнорировать и забыть про него довольно тяжело. Чтобы снять этот дебаф, вам нужно находиться какое-то время рядом с баржей и она его счистит. Саму баржу вы будете заставлять двигаться, вкладывая в нее баф переполняющее знание. Точнее знание, которое будет менять название переполняющее предельное, оно появляется в нескольких количествах после зачистки каждой группы врагов, которая пытается вам помешать. Этот баф тоже накапливается. Максимум за раз один игрок может собрать 3 таких бафа. Итак, собираем баф знание и приносим его к барже, чтобы она двигалась вперед. Вы заодно этим самым сбросите с себя и дебаф с затемнением экрана и потом почистите новую армию презренных. По прохождению этого этапа больше сказать особо нечего. Маршрут один, ничего не меняется, но есть в этой области первый скрытый сундук. Чтобы открыть дверь к нему, вам нужно просто сломать 3 темных кристалла. Сейчас я покажу где их найти и как потом попасть к сундуку. Продолжение следует... Продолжение следует... Следующий этап обретения. По факту это первый полноценный этап рейда и именно на нем вы получите первую контрольную точку. То есть если вы вылетите из рейда до него, вам придется начать с самого начала. На этом же этапе вы впервые столкнетесь с набором символов этого рейда. Их всего 25. Не бойся, сидеть зубрить не надо. Все это у каждой команды называется плюс-минус одинаково, с небольшими отличиями. Вот так знаки обозвали мы. Остальное на вашу фантазию и удобство я ни на чем не настаиваю. Некоторые из них мы называли за время прохождения чуть иначе, но на ютюбе я предпочту таких слов не говорить. Итак, что нужно сделать-то? Разделяем команду на три пары и отправляем каждую пару к обелиску. Слева, справа и в центре. Для старта этапа стрельните по небольшому кристаллу в центре. Изначальная задача отстрел появляющихся волн мобов, чтобы не допустить их к обелиску. Они будут пытаться его уничтожить. Прогресс его разрушения можно отследить по словно заполняющейся снизу вверх желтой шкале. Кроме обелиска тут есть то, что мы прозвали светофором, состоящее из трех круглых окон табло. Ждете, когда на одном из этих трех светофоров загорится верхний символ, который укажет на какой стороне комнаты появляется компас. Компас это специальный моб, одержимый рыцарь. Символ, который вам подсказывает где его искать, может быть одним из двух. Странник или пирамида. Обратите внимание на них при входе в локацию или ориентируйтесь по этой карте. На левой стороне пирамида тьма, на правой сторонник свет. Так и делятся половины. Итак, верхний символ обелиска подсказал половину, где спаунится компас. Вы его убиваете как можно скорее. Его убийство как раз продолжает механику всего этапа. Если вы его не найдете и не убьете, дальнейшие знаки не появятся. Опять же, на этой карте вот так вот обозначено место, где они могут появиться, эти рыцари. Учитывая, что в комнате три тотема, рыцарь будет появляться по ходу всего этапа. Не обязательно на карте в один момент может быть один рыцарь. Убили компас и после этого на обелиске появляется второй символ. Он соответствует двери одной из девяти комнат. Один из пары игроков, который находится ближе всего к комнате с этим символом, должен войти внутрь. В этой комнате появляются два глифохранителя, которые стоят по 200 разной стороны. Вам нужно убить одного нужного. Как определить, который нужный? Попросите дать инфу напарников у тотема. Когда вы зайдете в комнату, на светофоре появляется символ свет или тьма. Какой появится, тот и нужен. Обратите внимание, что эти символы указаны рядом с этими капитанами. После убийства глифохранителя, на его месте останется один из символов. Его вам и нужно запомнить. На ПК это проще сделать, записав нужный в чат. На консоли... Ну, тренируем память или... Не знаю, сложно, в общем. Выйдите из комнаты и повторите весь этот процесс еще два раза, пока не будут записаны три символа из комнат. После чего, появится надпись «Обелиск ожидает ваше подношение». В этот момент, все игроки должны будут осмотреть свой обелиск на наличие выписанных вами трех символов. Если на вашем обелиске есть все три, стреляйте по ним в любой последовательности с максимальной скоростью. Символы могут быть разбросаны по разным сторонам обелиска, так что стрелять нужно очень быстро. Вам помогут с этим напарники, не обязательно делать это в одиночку. Если не успеете или ошибетесь, обелиск даст вам три попытки исправиться, после чего вайпнет. Когда символы будут отстреляны правильно, обелиск сообщит, что принимает подношение, и весь этот процесс нужно будет повторить с самого начала еще два раза. Итого три круга. По одному разу для каждого другого обелиска. То есть, если ваш обелиск принял первое подношение, то при следующих ритуалах нужные символы будут уже у других игроков. Из оружия на этот этап берите все, что поможет вам эффективно чистить мобов и быстро убивать капитанов в солнечных щитах. Кроме этого, на этапе есть неудержимые воители, так что позаботьтесь о том, чтобы у вас был мод из артефакта и оружия против них. Я проходил все свои забеги на этом этапе с набором Вершитель Рока, пустотный гранатомет на волновой раме, оглушающий шепот и Галахорн. Из всего этого особенно рекомендую именно Галахорн, остальное на ваше усмотрение. По окончании этапа забирайте награду из сундука в центре и двигаемся дальше по коридорам пирамиды. На следующем этапе вас ждет первая битва с боссом – Смотрителем. Прежде чем начать этап, распределите новые роли между собой. Назначите двух игроков, которые будут отвлекать на себя внимание Смотрителя, двух игроков, которые будут убивать мелких врагов, и двух игроков, которые будут заходить в специальные комнаты и собирать символы. Это ключевые роли на этап. Теперь о том, что делает каждая группа подробнее. Два игрока, отвлекающие на себя внимание Смотрителя, должны расположиться на нижней платформе, где и появляется босс. Они должны переключать его внимание между собой поочередно. Для этого разойдитесь по две стороны босса. Один игрок за спину, другой перед лицом. Тот игрок, что спереди, пробегает рядом с боссом или на секунду буквально останавливается рядом и тем самым заставляет его атаковать ближней атакой. Смотритель бьет по земле, и в этот момент у него начинает светиться лицо. Игрок спереди стреляет ему в лицо, после чего откроется и начнет светиться спина. Второй игрок позади стреляет боссу в спину. Это оглушит Смотрителя, не позволяя ему подняться по лестнице к обелиску. В это время он будет выпускать самонаводящиеся снаряды, которые нужно стараться быстро уничтожить. Помните, что если вы не будете оглушать босса, он быстро доберется до обелиска и вся команда умрет. Тем временем, два игрока, зачищающие врагов, должны располагаться по бокам платформы с обелиском, где они смогут помочь отстреливать снаряды Смотрителя, открывать двери, стреляя в кристаллы около них, и зачищать кучу мелких мобов, появляющихся неподалеку и пытающихся также разрушить обелиск, как на предыдущем этапе. Ну и самое главное, два игрока, которые входят в темную комнату. Они должны действовать по очереди, отправляя одного игрока внутрь, пока другой ждет снаружи. Когда один игрок заходит внутрь, ему нужно собрать любые три символа, которые он сможет собрать как можно скорее. Забегая внутрь, не отвлекайтесь на врагов внутри, вообще не стреляйте, они тут для отвлечения вашего внимания. Выйдя из комнаты, игрок, запомнивший три собранных символа, должен дождаться надписи «Обелиск ожидает подношения от» и его никнейм, а затем выстрелить по нужным символам в обелиск. Делать это нужно все так же очень быстро, так что можете просить помощи у напарников, если не успеваете справиться со всем самостоятельно. Когда первый носитель символов выходит из комнаты, другой игрок должен войти внутрь сразу же, чтобы открыть дверь, напоминаю, стреляем в кристалл рядом с ней. Цель этих забегов состоит в том, чтобы собрать все девять символов на обелиске, так что совсем не обязательно выносить всегда по три символа. Если вы понимаете, что не можете найти третий, то лучше выходить из комнаты с двумя или одним, и отстреливайте их наверняка. А уж сменяющий вас игрок соберет оставшиеся, поскольку любое промедление внутри комнаты чревато смертью. Внутри на вас также вешается накапливающийся дебаф тьмы. Я видел много раз, как игроки, стараясь собрать именно три знака, не успевали выйти и погибали внутри, что руинило, конечно же, весь этап. После того, как вы вынесете и отстреляете все девять символов на обелиске, начнется фаза урона по боссу. Урон по смотрителю наносится только из трех очерченных на земле кругов. Они активируются по очереди и действуют по 10 секунд каждая. Первая пластина для дамага всегда будет с той стороны, с которой смотритель подошел к обелиску. Дождитесь активации плиты, она засветится желтым. Встаньте на нее и начните наносить урон. Когда пластина деактивируется, перейдите к следующей, а затем к последней. Ваша цель – нанести максимальный урон на каждом этаже этого музея. Когда фаза нанесения урона закончится, смотритель исчезнет, и вы должны будете подниматься по лестнице на следующий этаж. Все эти этажи похожи друг на друга, с той лишь разницей, что темные комнаты становятся больше и опаснее. Ну и расстояние между пластинами для урона тоже увеличивается. Когда все три этажа будут очищены, из центра спустится последняя лестница. Смотрите, чтобы вас ей не придавило. Потом поднимайтесь по ней, чтобы попасть в коридор с чередой таких же пластин для нанесения урона. Друг за другом будут идти на этот раз. Это последняя фаза, и на ней вам нужно обязательно добить босса. Двигайтесь от одной пластины к другой по направлению к смотрителю. Если вы не победите смотрителя до того, как отключится последняя пластина, вся команда погибнет. Теперь самое главное, с чего вносить урон. Самые универсальные пушки, которые на этом этапе себя хорошо показали, линейно-плазменные винтовки, слаговые дробовики, снайперки, та же бремя и дзанаги показывает себя хорошо. Использование ракетницы тут, конечно, имеет место быть, но это огромный риск, имейте в виду, поскольку босс может на фазе урона подойти вплотную, и тогда вы просто убьетесь от своего же взрыва. На фоне на геймплее я стреляю как раз с ракетницы, с автоподзарядкой и гранатомета с автоподзарядкой, было как бы ок, но чаще всего лучше так не делать. Не забывайте про бафы и дебафы от ваших способностей, конечно же, купол титана ставьте, кладезь варлока и стрелку охотника тоже кладите. Убили босса, берите сундук с очередной наградой и двигайтесь дальше по платформам. К следующему этапу путь лежит через череду прыжков. Подобный этап есть на каждом рейде, так что наслаждайтесь атмосфернейшим пейзажем, пазлом, тут правда есть время где передохнуть и насладиться красотой этой локации. По пути можно найти еще один секретный сундук. Для этого в комнате с кристаллом вам нужно сначала двигаться по платформам, сначала налево, запрыгнуть в окно и призвать пачку мобов. А после этого вернуться назад через это же окно по платформам и пропрыгать из того ангара, из которого вы сначала выходили, направо по новым платформам и балкам в секретную комнату, как показано на видео. Продолжение следует... Следующий этап это пробежка с зачисткой 4 отдельных комнат с использованием 3 реликов с прошлых рейдов. Тут не будет босса, только много мелких противников и перегруженные чемпионы. Так что из оружия просто позаботьтесь о том, чтобы у вас были нужные моды и что-нибудь на быструю зачистку большого количества противников. Три релика на этапе. Первый семечка, напоминающая те, что мы использовали в рейдах на Левиафане. Она нужна для убийства одержимых рыцарей с щитами, которые продлевают таймер этапа. Да, на этапе ограниченное время, вы увидите обратный отчет, как только его начнете. Второй релик щит из хрустального чертога. Он нужен, чтобы счищать с команды проклятие тьмы и не дать им ослепнуть. А третий релик, что-то вроде бафа с последнего желания. Он нужен для того, чтобы уничтожать очаги одержимых, подбираясь к ним и нажимая кнопку гранаты. Итак, вот что нужно сделать. В первой комнате берем релик, тут же появляется рыцарь, которого убивает человек с реликом. А на двух сторонах комнаты спаунятся глифохранители. Убивайте их как можно скорее. Убийство каждого откроет три знака. Но только носитель релика может увидеть те, что остались после убийства одержимого хранителя справа. Остальные видят только те, что оставил обычный капитан слева. Вам нужно назвать все шесть и определить один общий между этих двух наборов. И пострелять в этот символ на косяках дверей. В следующей комнате вам нужно будет положить релик в один из специальных приемников для обмена с другим игроком. Во втором приемнике появится второй релик – щит. Возьмите оба релика, чтобы дверь открылась. Обратите внимание, после каждой комнаты вы будете должны обмениваться реликвиями, чтобы кто-то другой забрал ее. Так что вы не сможете сделать так, чтобы все четыре комнаты с одним реликом бежал один и тот же человек. Каждая комната для обмена реликами будет добавлять по одному новому, кроме той, что идет перед финальной четвертой. Комната 2 добавляет дебаф тьмы, который как раз и должен снимать игрок с щитом. Комната 3 добавляет очаги одержимых, которые нужно ломать как можно скорее, потому что из-за них невозможно зачистить невосприимчивых к урону врагов. В этой комнате можно учитывать чередование очагов одержимых, чтобы человеку с тейкен реликом не мотаться в панике по всему залу. Если первый очаг, тот что на входе, находится дальше от входа, так сказать, то после его уничтожения следующий очаг будет справа. Если же первый очаг ближе ко входу, то следующий появится слева. Это нужно проверить, понять логику и потом это сэкономит вам время. И если в первой комнате нам нужно было выяснять, какой один общий символ, то в комнатах 2, 3 и 4 потребуется два символа для открытия дверей, что означает, что вам придется найти и убить четырех глифохранителей. Начиная со второй комнаты, вы можете уже разделяться командой по трое, чтобы делать все быстрее. Самой сложной станет, конечно же, последняя, четвертая комната, поскольку в ней вам придется много прыгать, а хранители будут появляться слева и справа внутри комнат, так что в ней тоже нужно разделиться. Игроку с реликом щитом лучше чистить остальных членов группы на одной из центральных платформ, чтобы не прыгать туда-сюда и не толкаться. И уделяйте большое внимание тем рыцарям, которые продлевают таймер. Игрок с реликом осколком тьмы должен сносить их как можно скорее. Ну а остальные должны подсказывать ему, если видят такого рыцаря. После того, как вы нашли все знаки в четвертой комнате и открыли дверь, обязательно сдайте релики, чтобы завершить этап. Иначе таймер не остановится и убьет вас. Залутались? Теперь осталось самое интересное. Финальный босс Рулк. Послушник свидетеля. О том, как убить этого мерзавца, мы поговорим в отдельном, следующем видео, которое я уже делаю, и скоро оно выйдет на канале. Просто все занимает чуть больше времени, чем я рассчитывал. Так что не пропусти его, подпишись и будь на связи. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok